Реализация мусорной реформы, точнее то, как это делается в Артёмовском городском округе, вызывает немало отрицательных эмоций у населения. Очередной пример – ситуация, в которой оказались жители нескольких домов на пересечении пригородной и свободы. Возле них отсутствуют мусорные контейнеры, и жильцам приходится выбрасывать мусор прямо у себя во дворе. У нас во дворе живет детей, все многодетные семьи, детей у нас во дворе больше 14 человек. И вот эта вот мусорка, вот эта помойка, рядом у нас детский сад находится. И мы боремся с ней, мы куда бы ни обращались, кого бы ни просили. Нас везде, то отсылают туда, идите туда, то отсылают туда, идите туда. И мы не знаем просто, что нам делать с ней. Между тем, жильцы исправно оплачивают коммунальные счета, в которые входит и вывоз, и утилизация мусора. Мало того, в платежках оказаны услуги, которые вообще не применимы к частному сектору. И подъезды у нас тут, и дворники у нас есть, по квитанциям идет, так это вообще дурдом. У нас бараки, какие у нас подъезды, какие дворники, и мы сами все чистим. И вообще, за что берут-то? И за все надо заплатить, иначе у нас свет отключат. Если мы не заплатим за мусор, за все остальное, то, что шлют, у нас отключат свет. А то есть у нас отключат свет, нам нельзя этого допустить, потому что у нас дети маленькие. Но вернемся к мусору. Наверняка счастливчики, у которых есть доступ к контейнерам, скажут. Сами же под себя и гадите, лентяи. И будут в корне неправы. Мы как-то пошли туда выносить мусор, но жители пятиэтажек, они ругаются, что это не наши баки, что нам туда выносить нельзя. А нам либо туда к пятиэтажке выносить, либо бежать за чайку выносить туда, к тем пятиэтажкам. У нас выбора больше нет. У нас ни баков здесь поблизости, ничего нет. Как выясняется, свалок во дворе две. И каждая из них – рассадник антисанитарии, насекомых и крыс, которые представляют опасность для здоровья, а может и жизни. Мало ли, какую заразу они распространяют. Дети ходят здесь, не подойти, ничего. В туалет у нас тоже не сходить. Там невозможно, зайдешь и не знаешь, выйдешь оттуда или не выйдешь. Попытки людей призвать к справедливости ответственные организации и ведомства ни к чему не приводят. Картина довольно знакомая артемовцам. Мы обращались на почтовой, там жилком строили, там что-то это самое. Вот туда обращались. Ходили в эти природные ресурсы, обращались. Куда? В этот чистый дом ходили, оттуда нас тоже отправили. В администрацию мы как-то пришли, но нам туда не попасть. Нам сказали, туда большая запись. Так что нам туда не попасть. Никому до этой проблемы нет дела. Людей словно вычеркнули из реальности, оставив один на один с их бедой. Если рассуждать, возле пятиэтажек поставили баки, там то есть люди живут. А то есть если у нас тут небольшое, как бы там, да, как сказать, ну вот у нас тут 4-5 бараков, да, то есть мы уже не люди. Нам никакие условия создавать не надо здесь. То есть ни баки ставить, ни чистить у нас ничего не надо, вообще ничего. Мы что не люди, мы такие же люди. Люди в отчаянии. С первым теплом вонь мусора густо заполонила двор. Поверьте на слово, смрад ощущается даже на близлежащей остановке. Окутывает этот небольшой квартальчик тошнитворным амбре. Уж очень хочется, чтобы кто-то на это отреагировал. Скорее всего, тут в ситуации должна разбираться Артемовская прокуратура, которая уже не раз доказывала, что ее авторитетное вмешательство имеет реальный результат. Остается лишь посочувствовать несчастным жильцам злополучных домов и выразить надежду, что соответствующие ведомства обратят внимание на то положение, в котором оказались люди, и принять соответствующие меры реагирования.